Мамуль, я жив-здоров. Мам, 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 не плачь, всё хорошо. Всем скажи, я жив-здоров. Его голос дома не слышали ровно месяц. Не знали о нём ничего. Всё это время Виталий был в плену у украинских военных. Раненый, но живой. Мам, всё, нас поменяли. Меня поменяли, всё хорошо, мамуль. Раненых обе стороны отпускают первыми. Среди ополченцев таких двое. Виталий и вот, Сергей. Горел в танке. Взрыв, темнота, плен. Я уже в ДНР. Я скажу, что бездороганск. В Луганске будет. Сергей Иванович, ЛНР. И ты в Луганске. В Луганске. В Луганске? Да. Долгая дорога домой. Две колонны из Донецка и из Луганска. Украинских пленных везут в крошечный посёлок Желобок. До сопредельной территории всего пара километров. Автобусы здесь проехать не смогут бездорожья, поэтому пленных украинских военнослужащих пересадили вот в грузовые автомобили, вот в этом Урале, который едет впереди нас, первые 20 человек. Высаживают машина, идёт за новой партией, они стоят. Молча. Можно только представить, как мучительно для них сейчас тянутся минуты. Вы думали о том, что происходило вот в последние дни? Ваше отношение к этой войне, к тому, что происходит вообще, как-то поменялось? Надо мир. Надо мир, чтобы был. Война ничего никогда не решает. Первыми идут сапёры, осматривают дорогу визуально, а вот там, видно, боец со служебной собакой. Кстати, освещать путь просят телеоператоров на камерным светом. И вот, видно, наш сопровождающий подавал сигналы фонарём, что мы приближаемся к украинской стороне. Два километра пешком по любой технике здесь стреляют. Наконец, ответный огонёк фонаря. Донецк отдаст 36 пленных, Луганск – 103. Итого 139 украинских военнослужащих. Первыми приводят пленных ополченцев. Последние минуты ожидания. Всё позади. Да, надеюсь. С каким вообще чувством возвращаетесь? Вас от дома отделяет буквально несколько километров. Ну, конечно, с радостным. Возвращение сюда домой хорошо. А это уже украинские военнослужащие. Как возвращаться? Привет? Да. Назад принял сюда. Без комментариев. Прежде чем забрать своих, обе стороны проводят перекличку. Сверяют реальное количество пленных со списками. Совпадает. Витюк. Я. Синкевик. Дывок. И вот момент, которого все эти люди ждали сутками, неделями, месяцами. Теперь уже бывшие пленные расходятся в разные стороны. Домой. Уже здесь выясняется, что этот мужчина жестоко избит. Не может говорить. Язык, зубы на месте? Просто очень болит, да? Есть. То есть это потому, что вас били? Возок. Дербин. Да. Когда мужчина, жена приходит, она ему тормозок несет, и мне. Вот так и выживал. Хотя обмен пленными проходил по формуле всех на всех, стороны сразу же договорились. В следующий раз операцию будут проводить на территории Донецкой области. Для этой группы ополченцев все закончилось. Вот первые бывшие военно-пленные грузятся в машину для того, чтобы возвращаться домой. Сколько человек сейчас осталось на украинской стороне в плену, точно никто сказать не может. Александр Евстигнеев, Владимир Гриневич, Вячеслав Манехин, Первый канал, Луганская область. Продолжение следует.